Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Что сегодня объединяет молодежь? Какие традиции из прошедшего времени вновь становятся актуальны? Порассуждаем об этом с нашими гостями. Я их представлю. Это главный специалист городского департамента образования Самары Михаил Девятов, директор Центра дополнительного образования и экология детства Александра Логинова и секретарь Куршского горкома комсомола, которая работала там с 1981 по 1986 годы, Нина Совалева. И заслуженный учитель Российской Федерации, что немаловажно. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте поговорим об этом, потому что время такое сегодня, можно сказать, что сложное, да? От чего-то мы отказались, что-то не принимаем вообще, что-то приходит новое, которое тоже не принимается. И еще одна тенденция, что то, что уже забыто, вдруг начинает возрождаться. Вот я хочу у вас поинтересоваться, что сегодня возрождается и становится востребованным и актуальным. Вот я слышала про пост номер один, что вот как-то временами раньше вот мы про него слышали и видели. И сейчас тоже пошли разговоры о том, что тоже это будет снова возрождено. Да, действительно это так. На базе нашего Центра дополнительного образования функционирует штаб поста номер один. Он был возрожден в 2003 году по инициативе учащихся школ города Самары. И мы помимо того, что являемся центром, где базируются ребята, где они готовятся к несению поста караула у Вечного огня, мы задумали несколько расширить вот эту тематику, потому что у нас есть все возможности для того, чтобы не только там штаб функционировал, но еще и функционировало музейное объединение военно-патриотическое. Ну и как наша основная цель и глобальная задача – это создание музея поста номер один, который должен стать уникальным музеем вообще, я так думаю, не только в Самаре, но и в Российской Федерации. Да, а в чем тогда уникальность этого музея, раз уж вы сказали об этом? Почему он должен стать уникальным? Почему? Ну, повторюсь, что это, во-первых, первый опыт, потому что в других городах, вот мы изучали историю вопроса, есть музейные уголки, есть какие-то временные экспозиции, элементы экспозиции на базе больших музеев, но такого вот отдельно посвященного музея нет. Да, хотя тема достаточно актуальна, потому что посты номер один, они вообще во многих городах Российской Федерации созданы и работают. И уникальность могла бы еще заключаться и в том, что ребята, в принципе, история создания поста номер один, она не очень древняя, скажем так, всего 40 лет ему исполнится в следующем году. Поэтому люди, которые участниками поста номер один являются, те, кто его создавали, они среди нас. То есть у нас есть уникальная возможность с ними пообщаться, послушать их, взять у них интервью, провести какие-то встречи и тем самым соединить вот эти поколения. А, к сожалению, у нас вот это поколение среднее, которое представляет Нина Александровна, да, и молодое поколение, они не всегда находят какие-то формы соприкосновения для того, чтобы общаться. Нина Александровна, как это было раньше, как соприкасались поколения, и как сегодня вы выстраиваете такую работу, чтобы действительно была связь? Мне, во-первых, хотелось бы начать с того, что совсем недавно, 16 декабря 2016 года, было создано Самарское региональное отделение общеобщественной организации по содействию воспитанию молодежи, воспитанники комсомола «Мое Отечество». Эта организация сейчас работает очень серьезно, членом которой я являюсь, работает очень серьезно с молодежью по подготовке к 100-летию комсомола. То, о чем мы сегодня говорим, акция была очень серьезная. В 1978 году был создан у нас в Кульпышеве тогда пост номер один. Работа по созданию этого поста номер один начиналась заблаговременно, как говорят коллеги. В 1977 году тогда горком комсомола, первым секретарем горкома комсомола был Перваков Владимир Михайлович, а горком комсомола вышел с предложением начать работу по созданию поста номер один. Работа тогда в Советском Союзе была начата, она была посвящена 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и был проведен первый единственный слет постов номер один в городе Пятигорске. Там работа эта была в течение уже 10 лет, начиналась с 68-го где-то года и так далее. И от области представителем Кульпышевской области был секретарь горком комсомола, там представителем, Ширкунов Сергей. И он очень серьезно занимался этим вопросом. Когда он приехал в одушевленный, четко уже представил, какая будет схема. С этим предложением, безусловно, мы всегда и советовались, и без помощи, понятно, горкома партии было очень сложно это сделать. Эту инициативу поддержала Денисова Ледника Нуровна, секретарь горкома партии. Она очень предметно работала с молодежью и тем более любила творчество со стороны молодежи. И поддержка была, конечно, колоссальная. Начиналось все с того, чтобы вот даже сейчас представить, пост номер, это монумент славы, стоят два человека, несут службу, и один караульный обязательно был вместе, руководитель поста. В общем-то, ничего сложного нет. Но представить, какая была колоссальная работа, это просто невозможно. Я со своими коллегами, поскольку я пришла в 81-м, это стало секретарем горкома комсомола, меня избрали в 1981 году, основная работа была проведена. Но мне было, конечно, любопытно, все-таки, что было до этого и как все создавалось. На пост номер один работал весь город. Если это на сегодняшний день поговорить по масштабам, это был проект городской, когда в эту работу были включены и партийные, и комсомольские, и советские органы, бабушки, дедушки, родители и так далее. Была организована работа непосредственно соревнования в школах. Это было представители школьных организаций, пионерских дружин комсомольских организаций. Эту работу возглавляла Людмила Вашова, секретарь горкома комсомола. И тогда дворец пионеров очень серьезно занимался вопросом разработки положения об этом соревновании. В эту работу включались Валентина Чучкалова, Лена Козлова-Лайкова, которая Елена Гавриловна сейчас, они очень серьезно этим вопросом занимались. И вот, вы знаете, единение духа было очень серьезное в этом плане. На самом деле, все, что касалось патриотического воспитания, оно как-то всколыхнуло весь город. Что интересного было? Во-первых, надо сказать большое спасибо председателю Ленинского райисполкома, который представил комнату для того, чтобы в этой комнате можно было, напротив Самарской губернерской думы, можно было хранить оружие. И, безусловно, здесь, в этом отношении поддержка была очень большая. Очень здорово помог армейский комсомол. Нужно было оружие. Представьте себе, что в комнатах хранилось само оружие, с настоящим оружием ребята стояли. Потом нужны были полушубки, нужно было другое амбудирование. Но самое главное, они готовили ребят к строевой подготовке. Это было очень важно, чтобы они красиво могли войти на площадь к этому, сделать все так, как положено. Да, это важно, чтобы это все выглядело достойно. Достойно, красиво. И этот ритуал, конечно, всегда вызывал восхищение. Но интересная была работа. Вот Сергей Шуркунов говорит о том, что с теми ребята выезжали, соревнование вызывало, конечно, серьезный такой ажиотаж, с одной стороны, и с другой стороны, если посмотреть, выезжали классом, допустим, побеждала какая-то комсомольская организация, из школы приезжали 20 человек. И с ними в течение дня, а сам пост работал с 9 часов утра до 7 вечера, а в праздничные дни это было до 8 вечера. И с ребятами постоянно проводились беседы, встречи с ветеранами войны, с армейскими, с военными встречи проводились. И надо сказать, что очень четко все было продумано. Нужно было детей накормить, а родители, как нас подключались в этом плане, детей нужно было доставить. Мы же себе представить не можем, что не было машин, а из Крыбышевского района, из Крыбышевского, из Красной Глинки, нужно было провести. И автобусы заказывали, и сами родители помогали. Конечно, это было очень важно. Если к нынешнему моменту вернуться, как сегодня все это будет организовано, и как департамент образования подключится ли к этому процессу, и вообще в чем актуальность именно в нынешнем моменте вот этого такого движения пост номер один? Ну, если говорить о непосредственном движении, не о музее, то это уже организовано, вот с 2003 года пост восстановлен, он восстановлен именно администрацией городского округа Самары, именно департаментом образования. Именно департамент образования берет на себя вот те моменты, о которых говорили коллеги, то есть пошив формы, питание, недоставка туда и обратно, тренировки с ребятами. И все больше и больше школ в это втягивается. Вот тут прозвучал вопрос как бы по поводу музея. А почему вообще идея музея существует? И главное, чем он будет наполнен? Вот вы говорите уникальность, значит, должны быть уникальные экспонаты. А как он будет наполняться? Чем? Дело в чем, что все больше школ в это втягивается. И у всех разные приемы, там, допустим, заступление на пост и так далее. Кто-то по четверо стоит, кто-то с оружием, допустим, военно-патриотические клубы. Вот удивительный момент. То есть единого нет образца. И в этом тоже как бы свое своеобразие? Плюсы есть, конечно. Часть школ, допустим, делают некие там мемориальные моменты всей команды перед постом. Кто-то этого не делает, кто-то вообще первый раз, и мы учим их, как это делать. Но это очень большой воспитательный момент. Мы никогда детям не говорим, что это показательное мероприятие для чего-то. Мы говорим, что это мемориальное мероприятие, потому что если они стоят, ну вот стояли, как сказали коллеги, с 9 до 20, до 19, сейчас они стоят с 9 до 16, там какое-то время может вообще никого не быть около них. Они никому ничего не показывают. Это память о тех, кто поменял. Да, дань памяти, дань памяти, да. Было. Александра Александровна, а чем же все-таки будет наполняться музей? Вот это меня очень волнует. Как-то меня потом уникали в этом проекте. Нас это волнует тоже, в первую очередь, потому что мы первопроходцы, и нам самим нужно было понять, какие экспонаты, о чем вообще будет музей. Конечно же, в первую очередь, это история создания площади славы. Это история зажжения самого вечного огня. Об этих людях тоже нужно вспомнить. Мы вот выяснили, оказывается, есть человек, о котором в наших музеях вообще ничего нет. Это Шахов Николай Максимович. Он был слесарем-лекальщиком на Котеке. И вот, к сожалению, только его сын сможет нам помочь, с которым мы уже связались, и он нам поможет восстановить историческую справедливость. Да, чтобы имя этого человека прозвучало и было сохранено в рамках нашего музея. Это, конечно же, история создания самого поста. То есть рассказ о «Они были первыми». Это Шаркунов Сергей Борисович, Мартынов Виктор Иванович, Ивашова Людмила Александровна. Конечно же, это страница истории комсомола и пионерии, потому что по инициативе комсомола был создан пост номер один. Конечно же, это какие-то должны быть атрибуты жизни комсомольца той эпохи, потому что зачастую наши дети не представляют, что не было ни компьютеров, сотовых телефонов, гаджетов. То есть чем жил комсомолец? Это песни под гитару, это транзисторы, это книги. Да, да, да. Были другие ценности. Совершенно верно. И вот это нужно продемонстрировать. Конечно же, это рассказ и о том, чем живет пост номер один сегодня. То есть это опыт лучших школ, которые сейчас стоят на посту номер один. То есть вот все вот это. Ну и я думаю, у нас будут какие-то временные экспозиции, связанные с экспонатами, может быть, музея одного даже экспоната, на примере которого, например, атрибут комсомольского периода, да, и история этого экспоната может быть настолько обширной, что можно будет... То есть поочередно вы будете делать акцент на каком-то... Да-да-да, обязательно. Ну то есть пост номер один как пласт в истории в обществе страны, города и нашего края, конечно же. А давайте посмотрим. Я думаю, что ролик, который вы предоставили, тоже можно в музей включить и транслировать его во время времени. А сейчас мы его посмотрим, чтобы просто представить, что это такое. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара готовится к открытию уникального музея, пост номер один из прошлого в будущее. Музей посвящен почетной караульно-постовой службе в городе Куйбышеве и городе Самаре. Приглашаем самарцев принять участие в создании музея и пополнить его экспозицию ценными материалами. В музей принимаются фотографии, газетные вырезки и разнообразные предметы того времени. Материалы принимаются по адресу город Самара, студенческий переулок, дом 2. Справки по телефону в Самаре 242 3037. Вы знаете, мир изменился до неузнаваемости. Есть ценности, которые никогда не меркнут перед тем, что есть. Изучение истории своей страны обязательно и истории нашего родного города. Люди творят эту историю и то, чем собираются заниматься коллеги, это заслуживает большого уважения. Поэтому я думаю, что самое главное еще раз помнить о том, что те граждане наши совсем маленькие, будущее нашей России, безусловно, вот на этом примере, на примере поста номер один, конечно, могут увидеть историю своих родных. Это могут быть и папа, и мама, и бабушки, и дедушки. И самое главное, конечно, если ты хочешь быть патриотом страны, безусловно, надо знать историю страны. Да, это как фундамент, да, даже основа. Это то, что есть основа, без этого просто нельзя. Мы же должны понимать, что мы из России, родом. Да, Александр, Александр, а уже кто-то откликнулся на ваш призыв в какие-то экспонаты приносить или что-то? Да, откликнулись. Еще раз куда, да, вот если вдруг кто-то что-то вспомнил? Мы находимся в студенческом переулке Дом-2. Это недалеко, буквально вот около площади Славы. Уже откликнулись люди. В основном это родители наших учащихся. Это педагоги, которые работают в школах, участвующих в несении караульной службы. Это различные удостоверения комсомольцев тех лет, участие в конференциях комсомольских и партийных. Это дипломы, это личные вещи людей, которые стали участниками поста номер один. Это интервью, которое мы взяли тоже у представителей разных поколений участников поста номер один. Фотографии. Ну, то есть мы готовы принять все, что захотят представить люди, так или иначе, связанные с историей поста номер один. Понятно. Более того, я хотела бы обратиться ко всем, кто являлся участником поста номер один, чтобы они обязательно откликнулись, чтобы они позвонили нам. Потому что если у них даже нет экспонатов, да, или они считают, что, ну, как бы это не экспонат, то, что они имеют, да, и не важно, мы все-таки, я думаю, найдем возможность записать интервью с ними, передачу, организовать встречу в преддверии открытия нашего музея. Даже можно выставить совместные посты нынешней молодежи, да, и вот, и просто вот для сравнения показать, как это передается, вот тебе цепочка и связь. Совершенно верно. Поэтому мы очень-очень надеемся на помощь вообще всех жителей нашего города. Это очень важно. Да. Давайте, чтобы еще коснуться истории, посмотрим фотографии как раз из архива. И тоже можно комментировать. Вот уже исторический кадр, да? Да, здесь как раз Владимир Павлович Орлов, первый секретарь обкома партии, вот как раз зажигает вечный огонь. Вот это уникальная фотография. А вечный огонь, оказывается, значит, три значимых человека в нашем городе, они, герои Советского Союза, герои социалистического труда, они от площади революции несли на бронетранспортере, везли его для того, чтобы зажечь, от памятника Ленина. Здесь вот я предлагаю посмотреть, да, фотографии участников поста номер один. Виктор Иванович, как раз, да, Мартынов. Сергей Шаркунов сказал, ему очень доставалось, потому что работа была неоднозначная, легкая. Нам уже предоставили материалы, вот здесь встреча, которая была организована. Это уже современная, да? Современная, да. Ближек современной. Вот это Сергей Борисович и Виктор Иванович у нас на встрече в нашем центре, вот памятная фотография. И многие школы откликнулись, уже принесли экспонаты, 132-я школа, 81-я лицей созвездия, 95-я кадет, и еще 42-я школа, и многие другие, надеюсь, подключить. Очень красиво, да, даже вот многие страны этим пользуются, на посты какие-то ходят смотреть целые туристические потоки, вот это тоже в преддверии каких-то массовых, даже чемпионатов мира и так далее, это же тоже нужно все продумать. Мы смотрим иногородние туристы, иностранные туристы. Да, вот видите, вот еще какое... А в преддверии чемпионата мира по футболу, я думаю, интерес будет еще больше, и мы сможем в уже открывшемся музее организовать какие-то интересные экскурсии для наших гостей. Вы знаете, вот ни для кого не секрет, сейчас вот патриотическое направление из того, такого, как называли раньше, квасной патриотизм и так далее, оно превращается в настоящее, в ценности, да, в ценности. Сейчас никто этим не кичится, уже уходит какой-то пафос, а этим просто вот тихо гордятся, да, что мы жители вот своей страны. И даже вот был у нас совсем недавно председатель союза художников Самарской области, он говорит, вот сейчас молодежь, не поверите, большинство работ, тематика их военная, военная, военно-патриотическая, война и так далее. Вот просто удивительно. И я думаю, что это не возникло просто так, что за этим стоит работа, и департамент образования тоже, дополнительное образование, не просто же свалилось это в головы современной молодежи. Вот как сегодня эта работа выстраивается еще, что департамент делает в школах? Ну, патриотическая работа, она на несколько составляющих делится, это большой такой очень пласт. Во-первых, это школьные музеи Ведни, я начну с этого, потому что, если о школьном музее мы говорим, или о музее учреждения образования. У нас сейчас 100 музеев образовательных учреждений в школах, в учреждениях дополнительного образования. Это музеи и боевой славы, и истории школ, и истории спорта. Есть мемориальные музеи, есть музеи этнографические, разной тематики, разной направленности. Следующее, это подготовка к службе в армии, к выполнению своего долга, это военно-патриотические клубы. У нас их 30. Естественно, и 100 школьных музеев, и 30 военных. И количество уклонистов уже уменьшилось в последнее время. Вот результат. Мы и тем, и тем помогаем материально. Ежегодно мы им даем средства из бюджета городского округа на обеспечение своей деятельности. Для них мы проводим мероприятия. Кроме того, это различные мемориальные мероприятия, которые в каждом учреждении проводят. В каждом учреждении находится стенд Дни воинской славы, который по закону 32-му от 1995 года утвержден как Дни воинской славы. И пост проходит Дни воинской славы в памятные даты у нас сейчас. В каждом учреждении находится какой-то объект памяти. И у нас в школах, то, о чем я говорил, когда у нас была встреча по мемориальной доске Цветаевой, у нас в школах 85 сейчас мемориальных объектов. То есть это памятники, стелы, стены памяти, мемориальные доски. Да и много школ носят имена ветеранов. 55 школ носят имена выдающихся людей, героев России, Советского Союза, кавалеров Ордена Славы. Да и, конечно, все школьники, которые учатся, они знают этого героя, они уже к этому приобщены. Ну, это вот если так вкратце. Да, 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 понятно. Вот этот вот фундамент тоже понятен. Вот я хотела уточнить еще, вы сказали, что соревновательный момент есть как раз вот в этом, в проекте пост номер один. А в чем соревнования? Как выбираются лучшие? Вот это тоже интересно. Ну, вообще, на данный момент, вот если раньше Нина Александровна об этом уже сказала, то есть было соревнование в рамках комсомольских организаций, и школы боролись, образовательные учреждения боролись за право нести службу на посту номер один. Сейчас ситуация несколько иная. Сейчас образовательные учреждения зачастую проявляют сами инициативу. И, наверное, это правильно, потому что настоящий патриотизм, он все-таки приходит изнутри, из души, через какое-то соответствующее воспитание в образовательном учреждении, в семье. И чем больше вот таких образовательных учреждений будет, я не говорю, что, может быть, все поголовно, потому что должны участвовать в этом внесении к раульной службы. Ну, должно быть искреннее желание, да? Потому что Павел Рубертович уже говорил, что разные формы есть у нас в городе патриотического воспитания. Да, и не обязательно все вот прямо устремляться. Ну, те, кто хочет этим заниматься, потому что это труд, это нужно тренировками заниматься, да, отрабатывать шаг, чтобы это было торжественно, чтобы это было красиво, чтобы это смотрелось. Вот, те, кто хочет этим заниматься, у них есть такая возможность, и они могут обратиться в департамент образования с соответствующей инициативой, их включат в реестр тех школ, которые уже к этому подключены. И я думаю, что это будет огромный стимул для учащихся этой школы заниматься дальше, да, террористической работой. Да, вот еще разница, сейчас нет таких массовых организаций, как раньше были, вот, Пионерия, да, Комсомол, но появляется, опять же, вот еще какая-то тенденция, вот вы сказали в начале программы о новой организации общественной, которая молодежно важна. Да, это общественная организация ветеранов, о Комсомоле, так страшно, конечно, про это как. Кто в нее вступает и какие у нее цели и задачи? Вы знаете, я бы хотела сказать о другой организации, по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина, 29 октября 2015 года, создана общая государственная организация российской движения школьников. И здесь я должна сказать, что одно из направлений, это направление работы деятельности, это организация является военно-патриотическое воспитание. Это одно. И второе, ну, я считаю, что самый главный патриот в стране, это у нас Владимир Владимирович Путин. Это вот действительно тот образец, который не такого, а человек, который действительно искренне любит свою страну и старается делать все для этого. И поэтому, наверное, это тоже как передается с одной стороны и с другой стороны. Я, Александра Александровна, про это говорила, да, те организации, которые хотят сами делать, безусловно, в центре состоит личный интерес каждого ребенка. То, что и было тогда, когда боролись за право быть на этом посту, принимать участие в этом посту. Но самое главное, интересное, я еще тогда не говорила, Сергей вспоминает и говорит, даже представить это сложно. Ребята, особенно на первых порах, приезжали из всех точек, из всех школ нашего города посмотреть, как это там. Они эту службу несут, и все завидовали, как здорово быть на этом посту, и мне бы хотелось. И вот это желание, мне бы хотелось, это очень важно. Да, вот вы хотели что-то добавить, да, Михаил Радькович? Нет, я по поводу соревновательности. Да. Ну, на самом деле, соревновательность все равно есть, потому что у нас из школ только лучшие ученики в плане участия в общественно-полезных, патриотических акциях, в учебе. Вот, отличившиеся в этом участвуют в несении службы. А общее соревнование, мы, понимаете, иногда берем школу, которая ни разу этим не занималась, и хотим ее научить через это. Чтобы они прочувствовали, причем там участвуют в этой службе почетной караульной из разных районов дети, из разных школ, из школ разной результативности, разной успеваемости, разного рейтинга. Вот, и мне кажется, что это положительно. То, что не только избранные, то есть это не кружок, как бы, не между собойчик такой, нескольких школ, а это любой может заявиться на свободную дату, с ними проводятся тренировки, они их доводят до определенного уровня, и они выходят вот на почетную караульную службу. Получается, все-таки, вот вернусь к массам вот этим организациям общественным, молодежным, получается, что все-таки массовость нужна. Вот, если указ президента, понятно, что если отказались в свое время, все-таки к этому вернулись. И по желанию родителей, по желанию детей, если я хочу, я в этой организации буду, это очень важно, потому что, когда можно вспоминать и плохо говорить и про советский период, там были свои моменты, были плюсы и минусы. Конечно. Конечно. Точно так же, как и сейчас, есть плюсы и минусы. Но все равно становление личности, становление гражданина идет в организации, когда есть общие интересы, тем более я вступаю туда по собственному желанию, и никто мне здесь в этом плане не указ. Да, я хочу, я принимаю участие. А направления-то какие интересные выбраны, да? Мы берем там и военно-патриотическое воспитание, и воспитание гражданственности, информационные технологии, это вообще личностное развитие, то, что мне нравится, да, юнармия включается, военно-патриотическое воспитание, безусловно, изменение времени, позиции времени сегодня такова, что да, есть изменения, но они очень интересные. А как вот в центре дополнительного, в вашем центре, вот образование, принимают такие вот ваши нововведения родители, дети, как к этому относятся вообще? Есть, так скажем, противники, которые говорят, ну зачем мы только вот из этого вышли и опять сюда же возвращаемся? Есть такое вот? Нет. Нет. Я уж не знаю, к счастью ли, к не несчастью ли, но таких у нас людей нет. То есть все наоборот, а чем помочь? Вот, ну нет у нас, не связаны мы с постом номер один, ну может быть, чем-то еще помочь? Может быть, помочь в оформлении, разработать, то есть у нас группа людей, которые занимаются разработкой оформления нашей экспозиции. Есть люди, которые предлагают помощь. Да, у нас остается меньше минуты, я попрошу вас, пожалуйста, напомнить адрес, чтобы горожане обращались к вам и приносили какие-то экспонаты, и будем уже завершать. Есть студенческий переулок Дом-2, Центр дополнительного образования, экологии и детства, или же позвонить нам можно по телефону, если кто-то не сможет дойти, 242-30-37. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Вам спасибо. До свидания. Спасибо. Я прощаюсь и с вами. До следующей встречи. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!